Первый студотряд на Лидчине начал свою работу 16 мая. В этот день в Березовке на базе Неманского профессионального лицея был открыт производственный студотряд. В нем в течение двух недель ребята занимались пошивом одежды. А вот первый студотряд в Лиде начал работу 10 июня. Он сервисный. В его составе учащиеся 10 учреждений образования в возрасте от 14 лет. Поэтому трудовой день у них длится от 2 до 4 часов. Все это время они заняты работой. К примеру, в девятой школе сейчас двое ребят в помощниках у дворников. Они наводят порядок на пришкольной территории, оказывают посильную помощь в соответствии с перечнем разрешенных для учащихся видов работ. Такой труд администрация считает взаимовыгодным. Подростки получают зарплату, а школа – чистоту и красоту во дворе. Это прекрасная возможность для ребят провести лето с пользой и заработать свои деньги. Научиться ими распоряжаться, как уже взрослые и самодостаточные личности. И, конечно, школе они очень сильно помогают, потому что дворники не справляются с этим объемом работы, который на сегодняшний день есть. И ребята работают очень добросовестно. Хотелось бы отметить, что все дети, которых мы нанимаем в студенческий отряд, очень ответственные и трудолюбивые. Валерия Савельева в этом году окончила 10 класс. Летом ей очень хочется попасть на море, поэтому и устроилась в студотряд, чтобы иметь хоть какие-то деньги на расходы во время отдыха. Я решила пойти в студотряд, потому что летом у меня много свободного времени, и я решила заработать для себя денег. Ну, работа у нас несложная. Мы осматриваем территорию, собираем мусор и подметаем. Помогаем также техничкам поливать цветы. Не передаваемое ощущение, когда ты понимаешь, что эти деньги ты не просто попросил у родителей, а сам своим трудом заработал. И я думаю, их будет очень приятно тратить. И когда я буду тратить, я думаю, буду более осмотрительно. Довольны работой сервисного отряда и в 4-й лицкой школе. Здесь задействованы в уборке пришкольной территории тоже двое ребят. Геннадий Зыбень не планирует поступать после 9 классов, поэтому решил, что на отдых ему летом времени хватит, а в июне можно и поработать. Много свободного времени, и я хотела провести его с пользой, помочь в школе. Сам трудишься, сам получаешь эти деньги. Это, ну, как-то круто. Планирую потратить деньги на поездку в Украину, на море. Трудовое лето Лицкий райком БРСМ организует в рамках республиканской акции «Выбираем студотряд». На сегодня в студотрядах Лицкого района уже отработали и еще работают около 50 человек. Кроме школьников, это учащиеся учреждения среднего специального и профессионально-технического образования. Хочется отметить, что Управление образования сотрудничает с Лицким районным комитетом уже не первый год по предоставлению рабочих мест для учащихся от 14 лет, желающих поработать в летний период. Напоминаем, что каждый молодой человек, который хочет провести лето с пользой и состоит в рядах общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», может заполнить анкету на трудоустройство и принести ее в Лицкий районный комитет по адресу город Лида, улица Советская, 9, с 8.30 до 17.30. Молодые люди, желающие поработать в летний период, будут работать на предприятиях не только Лиды, но и Лицкого района. Ежегодно учащиеся Лицкого колледжа работают на Островецкой АЭС. Этот год не стал исключением, и также учащиеся Лицкого колледжа отправятся с июля работать в Островец в составе студенческого отряда. По итогам третьего трудового семестра Лицкий райком БРСМ определит лучшие студотряды и лучших бойцов. Все они будут отмечены, но это произойдет уже осенью. Летом же ребята будут трудиться.